Финал конкурса «Умник» фонда содействия инновациям прошел на площадке центра «Мой бизнес» в Твери. Свои инновационные проекты представили молодые ученые региона. Об итогах конкурса в сюжете Наталья Чекет. Всего на конкурс было подано 43 заявки. 19 лучших проектов вышли в финал. Среди них разработка студента второго курса по направлению технология строительных материалов Тверского государственного технического университета Дениса Орлова. Он представил на суд жюри штукатурную смесь с высоким уровнем адгезии благодаря использованию отходов от изготовления силикатного кирпича. Работают мельницы, все это сваливается в бункеры, и пыль выделяется в среду производства. Она отсасывается аспирационными системами и, собственно, складируется. Ее никуда невозможно применять, утилизировать, есть только захоронять, а это вред окружающей среде. В полеватом отходе содержится известняк, который хорошо сочетается с этой добавкой. Он отсорбируется на поверхности частичек и тем самым повышает сцепление материала. Еще одна финалистка конкурса Виктория Базылева. Преподавательница Тверского государственного технического университета. Кафедры биотехнологии, химии и стандартизации. Она представила проект, направленный на получение белкового препарата из бобового сырья для применения в сельском хозяйстве. Используется сырье бобовое, это фасоль. Измельчается, с помощью экстрагента извлекаются белковые вещества. Затем они осаждаются и высушиваются. Получается продукт в виде порошка белого либо кремового цвета. То есть очень похож на муку. Он может быть использован как консервант для хранения зерна в зернохранилищах. А также, если оптимизировать некоторые стадии очистки, то может использоваться как кормовая добавка в животноводстве. В состав жюри конкурса вошли представители вузов Тверской области, бизнеса и органов власти. Эксперты принимали решение, какие проекты будут рекомендованы фонду содействия инновациям для последующего получения грантов. Проекты разделены на шесть направлений. Цифровые технологии, медицина, новые материалы, химические технологии, новые приборы, биотехнологии и ресурсы, сберегающие энергетика. Эти направления в серьезной, значительной степени отображают те векторы инновационного развития и нашего общества, нашей экономики, к которым мы все стремимся. Чтобы построить успешное, независимое, суверенное общество, нам необходимо именно быть инновационными. Для победы важно разработать не только стоящий проект, но и сделать так, чтобы он принес хорошую прибыль. По итогам финала, как минимум пять проектов будут предложены экспертам фонда содействия инновациям для выделения гранта в размере 500 тысяч рублей. Хочу бы выразить благодарность региональному представителю фонда, потому что благодаря такой серьезной работе количество заявок с года в год растет. Не только по направлению «Умник», но и по другим направлениям фонда. Программа «Умник» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет. По мнению губернатора Тверской области, молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Региональные власти хотят, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление молодежи конвертировалось в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям.